В Гомеле готовится к зиме. Говорят, отопление в порядке. Кто становится жертвами педофилов? Есть статистика. А за жестокое обращение к котятам можно попасть в тюрьму. Есть пример. Только вот котят уже не спасти. 3 октября на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! В Гомеле все готово к отопительному сезону. О ходе подготовки к отопительному сезону рассказали в сюжете ГОСТ-ТВ. Там рассказали, что паспорта готовности, нужные объекты получили еще до 31 августа. В сюжете подчеркнули, что Гомель готов к отопительному сезону. В прошлом году тепло было включено в начале октября. В этом же, возможно, в середине месяца. Все зависит от погоды. Напомним, отопление включаю тогда, когда среднесуточная температура в течение 5 дней не превышает плюс 8 градусов. Конкретное решение о включении отопления принимают местные исполкомы. Прокуратуре Гомеля рассказали, дети из каких семей чаще всего становятся жертвами педофилов. Как пишет Белка, статистика за последние 5 лет шокирует. За это время в Беларуси более 3,5 тысяч детей так или иначе пострадали от действий педофилов. В этом году выявлено 76 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Три года назад их было в два раза меньше. При этом возросло количество насильственных действий сексуального характера с 3 до 7, а также количество развратных действий с 13 до 33. Как правило, потерпевшими по таким делам становятся участники учреждений общего среднего образования. Их около 70%. Более чем половине случаев преступники знакомы со своими жертвами или являются близкими родственниками. В группу риска входят дети из неполных неблагополучных семей, особенно тех, где есть отчим. Такой комментарий оставил зам прокурора Гомеля Олеся Рябцева. Отмечается, что самым распространенным является действие сексуального характера, развратное действие, хранение, распространение порнографических материалов. За это предусмотрены немалые сроки. Однако преступников, судя по всему, они не пугают. На Гомельщине в комиссию по содействию занятости обратились более 20 тысяч жителей. Как им помогают? А в Гомельской области работают 25 комиссий по содействию занятости. Заседания проходят не реже двух раз в месяц. За 6 месяцев текущего года комиссиями произведено 337 заседаний, в том числе 33 выездных. За правовой консультационной и методической помощи обратились 20 тысяч 200 жителей. Из них по вопросам подтверждения занятости без малого 12 тысяч. По вопросам содействия трудоустройству без малого 2,5 тысяч. По вопросам освобождения от обязанности по оплате различных услуг более 1 тысячи граждан. На данный момент в региональном банке вакансий 1845 нанимателей предлагают более 15 тысяч свободных рабочих мест. В Гомельской области два подростка работали на наркошоп. Итог закономерен. Первому и вовсе было всего 14 лет. Его задержали в Калинковичах. Он стал работать на интернет-магазин по продаже наркотиков. Ему нужно было забрать 50 граммов альфа-ПВП, расфасовать, а потом разложить по закладкам. Парня задержали сотрудники милиции. А в Рогачеве словили 17-летнего парня, который занимался примерно тем же. Ему нужно было забрать 50 пакетиков этого же наркотика. Но милиция сработала быстрее. Возбуждены уголовные дела. Задержанным светят большие сроки. Чего только не найдешь в наших родных белорусских лесах. Посмотрите, какие грибы нашли в Брославском районе. Вам не кажется, они действительно черные. Это очень редкие грибы для Белоруссии. Кстати, они вполне съедобные. А в Западной Европе о ней вовсе деликатес. Ну а в нашей стране места, где их нашли, взяли под контроль. Белорусска хотела спасти котят, но вместо этого лишила их жизни. Что решил суд? Жуткий случай произошел в Витебске. Орудовала женщина топором. Что самое жестокое в этой истории, она взяла кошку с котятами, чтобы их спасти. Но котики стали ее раздражать, поэтому она и приняла такое решение. Женщину судили. Ей дали полтора года тюрьмы. Белорусска делает реснички, а монеты, которые ей платят, решила закатать в банку. Сколько по итогу вышло? Девушку зовут Ася, она из Бреста. Она 10 месяцев собирала монеты в полуторалитровую банку и сняла об этом видео в ТикТок. В итоге собрала более 2 миллионов просмотров и свыше 60 тысяч лайков. За 10 месяцев девушка насобирала 2230 рублей. Деньги она решила потратить на поход к косметологу, но остальное на путешествия. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok